В понедельник в Гордуме прошло внеочередное заседание Комитета по городскому хозяйству. В центре внимания льготы на проезд в общественном транспорте. Ни для кого не секрет, что с 2008 года бесплатный проезд определенных групп Ивановцев осуществляется при помощи социальных карт. С этого года в эксплуатацию ввели также электронные карты школьников. В течение последнего месяца в рамках 363-го постановления правительства Ивановской области, как я понимаю, это по реализации проекта «Школьная карта». Начались мероприятия по замене этих терминалов, так как была основная версия, которая была преподана нашим перевозчикам и нашим муниципальным торговым предприятиям, о том, что старые терминалы, которые проработали несколько лет, не будут принимать эту карту школьника. Поначалу перевозчикам предложили самим найти выход из этой ситуации, а именно приобрести терминалы нового образца. Стоимость каждого – 15 тысяч рублей. Разумеется, никто из предпринимателей этому не обрадовался. Когда поступали предложения приобрести новые терминалы, за наличный расчет не было никакой безвозмездной аренды, предлагались за 15 тысяч рублей приобрести в собственность новые терминалы где-то в апреле, в мае, мы отказывались от такого предложения. Когда поступило предложение взять эти терминалы безвозмездную аренду и платить только за обслуживание, совмещенное с спутниковой навигацией ГЛОНАСС, у нас получилась разница всего лишь 100 рублей. По карману перевозчиков это не ударило. Плюс проезд детей из многодетных семей им обещали компенсировать в полном объеме. Так что сейчас проблема решена. На сегодняшний день, по информации городского комитета по транспорту, 100% маршрутного транспорта оснащены новыми приборами. Осталось только обеспечить их бесперебойную работу. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.